Боевой пропуск 2020 просто машина для выкачки денег. Ну как там с деньгами? А это всё потому, что имморталки нельзя продавать и крафтить в 2 левела, как это было раньше. Эх, были времена. Как жапнуть боевой пропуск всего за пару сотен рублей, а не за 30 косарей? На Тесте Дроп можно выиграть пак уровней сразу на новую личность Пуджа, Антимага, а также Аркана на ВК, ВР и Квапу. И даже на 2000 уровень. Когда тебе выпадает награда, Тесте Дроп просто зачисляет тебе баланс на твой стим, а ты уже дальше сам решай. Тратить его на уровне или может быть что-то другое. Переходи по моей ссылке прямо сейчас. Пополняй баланс промокодом КРИПОЧЕК и получай дополнительный сундук боевого пропуска с гарантированным призом и 15% к пополнению баланса. Тесте Дроп. Шансов больше, чем у Габена. Здарова, ребят. Сегодня будем выиграть на андроиде. И, кстати, да, хотел бы упомянуть несколько вещей. Во-первых, то, что теперь у меня будут выходить кайды новой версии, то есть я буду максимально по-новому их делать. Ну, то есть вы увидите это всё в течение всего видоса. Значит, так, в сеточке немножко ошибся. Что важно сказать? То, что теперь каждый мой гайд будет делаться вместе со сборочкой. То есть если вы смотрите видео, вы всегда можете пройти в описании и найти на этого героя нужную сборочку. То есть что покупать, когда и зачем. Второе, что важно упомянуть, теперь видосы монтирую не я и буду монтировать тоже не я. И если вдруг вы там пишете комменты, то ваши комменты по-любому будут попадать в топы в начале. То есть все топовые комменты с предыдущих роликов будут попадать в следующий видос. Думаю, это вас может подстегнуть лишний раз, написать комментик. Меня это, так сказать, ну, мне интересно их иногда будет почитать. Также важно запомнить, да, о том, что этот гайд также уже работает со сборочкой. То есть вот, это моя сборочка, я ее создал на своем мейн-аккаунте. И там все, все, абсолютно все расписано, вплоть до всяких мелочей. То есть что, когда покупать, что, зачем, когда и почему. То есть вы можете ввести мышки на любой предмет вином. Когда выносим курой с первых денег, москва в хорас на линии, плюс поседаемые корни можно будет убивать. То есть все моменты вот эти важные вы всегда сможете прочитать в этом гайде. В общем, надеюсь, вам понравится. Я потрудился и в будущем буду еще... О, тут вар стоит, проверили. В будущем тоже... В будущем буду стараться трудиться и записывать для вас такие качественные гайды. Поэтому поехали, надеюсь, вам понравится. Я лично, так сказать, уверен в этом гайде. И на 100% уверен, что я в этой игре разнесу. Еще меня героя взял на ФП, рассчитывая, что меня прям за контрюпикуют, возьмут сильных героев. Ну, в итоге взял героя на ФП, получил верную, которая в процентах наносит дэмэдж. Нашел лайфстилера, который в процентах отжирается от медведя. Нашел этого, как называется, некрофоса, который в процентах следает. И в сумме получается, что, ну, как-то уже, знаете, и не так играть будет легко. В любом случае, про сборочки на героя все написано. Если вдруг вам это интересно, то заходите, играйте на героя. И на любого героя в доте, который я буду записывать, будет 100% сборка. Поэтому смело не стесняйтесь, ребят, и играйте на этих героях. И думаю, вам еще понравится. Все, поехали. Сперт денег доношу себе танго, потому что понимаю, что в будущем мне оно точно пригодится. Хотя, наверное, стоило купить вином. Как уже и написано в гайде, вином обязательно покупайте с первых денег. Танго покупаете в основном в играх, где вас будут харасить. Ну, либо вот в ситуации, как у меня, когда я уверен, что медузка будет мишку пробивать. Мишку можно на танго запулить, он покушает. Ну, либо, если вам его не запулили, танго тоже желательно принести. Крипочков на друиде с топориком довольно-таки просто добивать. Плюс блайтстоуном у крипов будет меньше армора. Тем самым шанс добиться кипа тоже повышается. Виномчик вот я уже везу себе. С виномчиком можно будет медузу харасить. Там такой приятный будет микро-дэмэдж подходить. Также с виномчиком будет замедление и шанс корней. На втором левеле процентов 90 игр мы качаем корни, потому что именно... О, не корни, точнее, а пассивочку. Потому что, да, вот, шанс того, что мы лишний раз просядем по хпшке, будет меньше. Так как с каждой тычки медведя он нас будет хилить. Прямо всего прочего, у него и у вас повышается скорость атаки. Еще про небольшой обуст расскажу. Когда вы играете против морфа, морф превратится в вас, и он получит эту способность навсегда. Навсегда. То есть даже когда у него кончится форма, он все равно это получит. Так, виномчик мы сейчас переложим в мишку. Так как, ну, благодаря виному, по сути, будет замедленно происходить от мишки. Вот, насчет мишки, ребят. Вы стараетесь его, ну, на старте можно прокачать до второго, но вообще стараетесь не качать до корней. Корни прокнули, вы прокачали. Вот сейчас ударим пчела, если корни прокнут, то мы прокачаем мишку, и корни сразу же, когда сбрасываются. Также нужно напомнить, что есть фишечка на друида, которую мало кто знает, ну, именно из нехай ПТС игроков. Когда вы качаете мишку, у вашего героя, точнее, у мишки, то есть, ну, на герое прокачали мишку, он может задоджить любой скилл. Скажем, он в стане стоит, да, в стане винги какой-нибудь, вы можете задоджить. С него нажали курсу, вы прокачали мишку, курса закончилась, с него нажали косу, коса закончилась, и он не умрет. То есть, вот такие моменты, вот, качаем мишку, и шанс прокнуть вторым корням. В начале сборки написано, что нужно покупать ТПшку, ребят. Если вы смотрите гайд, пожалуйста, запомните, что ТПшку вы покупаете не героям, а медведям. ТПшка не передается, это важно помнить. Купи имиджик ванте, я приведу вас. На базу отправлю мишку. ТПшка не передается, ребят. Если вы покупаете, вы должны точно покупать ТПшку. О, хорош, хорош, что я клянул. Если вы покупаете, ребят, ТПшку, то будьте добры, покупайте на медведя, не мискликайте. Этот мисклик очень часто руинит игры. То есть, ты покупаешь ТПшку на героя, и она лежит до конца игры бесполезная. Вы все время у медведей должны быть ТПшки. Одна, две, не важно, но должны быть ТПшки. Уф, как больно залетело. Ну, из плюсов я говорил, что у меня будет харасить, там гусс у меня есть, плюс у меня пассивочка будет хилить. И не стесняемся райдкликать, потому что беномчиком мишка больно довольно харасит. Мало того, что харасит, еще корни могут прокнуть, которые тоже приятно харасит. Не смогу добить. Нужно отойти от корней. Нет, корней, точнее, от змейки. Вот, сейчас будем пытаться медузу райдкликать почаще. Я думал, по кейпу даст ТПшку, а не стал. Задана его максимально линия, потому что ТПшка у нас побольше у медузы. Ну, такой типа лайн, да, простой. Вот тут, ребят, когда вы покупаете уже, получается, купили, кстати, Вайндлендс плюс, не Вайндлендс, извиняюсь, а Блайтстоун плюс Орбовином. Мы могли героя, кстати, отвезти тут. Ну, это такое. Не супер важно, потому что у меня все равно будет хилить, сами видите. С каждой тычкой у меня это хилит супер много. Даже на такой стадии. Мы сразу же покупаем фейзики. Самый мастер-фартефакт до медуза. Ну, то есть, вы покупаете медуза только в тех играх, когда уверены, что у вас супер-фрифарм. Если вы понимаете, что фейзами будете убивать смело, покупайте фейзы. Вот, пушим линию. Видео в тройку не качаем, после корней это сделаем. И сразу же покупаем фейзи на мишку. Фейзами будет супер легко играть, это я вам гарантирую. Бля, не успел, так чуть-чуть не хватило. У нас эти в топе руна, но я думаю, не успею забрать, немножко фокапился. Ну, ничего. Рубим заранее деревья, чтобы мишке было в следующий раз проще ходить. И тут важный момент. Вы должны танчить героем, а мишкой редкликать. У тебя корни прокнут, да? Корни прокнут, и там уже прокачаем мишку. Видите, снова вторые корни прокают. Это в основном нужно делать на медика, вы можете убить, но пока места фага нет, я не хочу. Сапог сейчас приедет, будет уже попроще. Мы смело фармим лес. Эксплесс мы это получаем. Медуза все равно все время тоже хочет пуш-лини уходить в лес, поэтому ей невыгодно будет донать крипов. Если она это делает, то, ну, глупенькая. Потому что я эксплесс в лес и с линии получаю, а он только с линии. Поэтому я в тысячу раз сплюсь. Отлично. Видите, довольно-таки просто стоять в линии, против медуза. Личка у нас побольше. Сапог вкладываем медведя, что важно. И пытаемся уже работать по иллюзиям. Убить их можно. Мишка снова на базу отправит опехнуться, порегениться. Это нормальная практика. Стоюшку на него купим. Дополнительно в следующий раз пригодится. Ну и мишка вернется, нас захилит. Дальник. Увы, добить его не смогу, скорее всего. Да, увы. Вот, купим на него вот так вот. И вернем назад. Берем в троечку спирит линк. Спирит линка можно будет убивать. Вот сейчас спирит линком можно прокликать на медузку. Кстати, реальную начинаю бить. Корни, сами видите, как больно ее бьют. Сама себя иллюзиями подблочивает. Откуда? С линией, блядь. С линией пушим, кота побиваем и начинаем уходить в лес. Команда начинает сраться без причины. Все, ладно, отведем. Это парень душный. О, катапа ударила больно. Главное сейчас убить катапу и сразу же в лес свалить. Еще можно лес так, кстати. Заодно. О, отлично, катапку забрал. Корнями. Экспум получаем максимально. У меня сейчас на 6 минуте уже почти 7 левел. Это очень хороший результат. Не надо чем принести, брат. Теперь дальника не убил. А мы сданяли. Потому что Миша пока что не хилилится, ну и ладно. В этом случае, ребят, вот тут на какой стадии вы должны понимать. Если у вас полная фрифарм, вы после фейсов делаете медас. Если игра хоть в каком-то смысле равная, то есть ей противник, да, сильный, то лучше не покупать медас. Медас покупаете на полном фрифарме, где у вас каждый крип добитый, где вы лес фрифармите. В этой игре, вот я не знаю, чувствуешь, что я хочу медас или нет. Наверное, нет. Я хочу все-таки, как всегда, по дефолту купить МОМ. Тут все написано, когда покупаете, поэтому медас не покупаем. Ну, наводите Мышкой, читайте. Можете зайти, потренироваться, не знаю, ванранки посмотреть. Потому что, ну, там все написано. По-моему, парень, невиз. Можем подфармить немножко мед. Добью этого крипа увы. Вот я их добью, двоих. Ну, вот этого не смог добить, но не важно. Вот сейчас, кстати, да. Мы Мишку можем отправить на базу, похилиться. Он вернется фуловый, можем задавить медуз под башню. Как будем это делать? Значит, должна кидать змейку. Она почему-то не кидает змейку. Мишку возвращаем назад. Он засал. Короче, когда корни прокнет, когда прокнут корни, мы должны прокачать Мишку. И когда Мишка прокачается, корни обновятся. Плюс можно задолжить, опять же, как я сказал, косульник рай и т.д. Я так понимаю, медуза супер боится меня и не хочет лишний раз получать. Дэмор, ты ты громкий, господи. Конечно, молодой. О, там помыть, да, внизу? Дело потише, для меня он слишком громкий. Именно для меня, не знаю, для вас. Я уже посмотрю на записи, как будет. Ну, или в комментах напишите. Громкий он или нет был. Пока что у меня все очень круто. Фейзик, кстати, не купил. Ну, сейчас докуплю. Ничего страшного, что я вам выбрал. Все, отлично. Фейсбутс. Там сборочки они есть. Фейзы довозим себе. И дальше уже мамчик сделаем. А, ты сейчас буду так садиться. Почему я один? Крипту стоял. Медуза фармила, что ли? Вот, мы возьмем пассивочку в четверку. Сейчас нужно на медузу рейтлинуть. Мишка, как корни прокнут. Давай, корни. Пэм. Не прокают корни. Как же он меня боится. Ну, мы додинаем всю пачку. Он туда. Корни не прокают ей немножко. Вот, корни прокнули. Практически мишку еще в один раз. Есть шанс, что еще раз корни прокнут. Вот они не в кд сейчас. Корни не прокнули. Если они прокнули, он бы умер, кстати. Да ладно. Потому что мишка пока не хилится без маски, но ничего страшного. Максимально по шумлению. Кстати, может убить мишку через змейку, поэтому нужно аккуратно поиграть. Как же он больно, блин, змейка все и наносит дэмэдж. Знаешь, что корни не прокнули. Мы убивали. Кстати, счет плохой очень. Моя команда прям проигрывает. Не знаю. Медас я вообще не хочу покупать. Я прям чувствую, что Медас будет ошибкой. А вот покупать ли мне по смому, это по-любому, да. Он с каждой игре покупается. Вот так вот сделаю. Отправлю команде. Мишку отправлю перегениться. Голодара башни не переживет, да. Отшибка. Отшибка! Смому будет проще. Мишка будет хилиться. Проблем не будет таких. Надо эншентов сейчас идти фармить. Все, бежим на эншентов. Руну я чипну героям. Ебать, просто пиздец, блядь. Парни горят прям по жести. Ну ничего страшного. Главное, что у нас все хорошо. У нас полный фрифарм. Не торопитесь, но он, друзья, гангать. Да нету его там, ты, блядь! Долбай ё, блядь. Что это слово, блядь? Какие же они злые. А, тогда ты веселей. Я все равно эту игру стащу. Потому что сборочка рабочая, я вам гарантирую, что фри игра будет. Там сборочка вообще отличная. Наверное, смазочки стоит начать. Хоть она демаж не дает, все равно приятнее. Это, кстати, медведя вкладываю, потому что МС очень важен. Да, ульту берет, обязательно качаем, потому что на ранней стадии она еще не супер нужна. Но в момент, когда у вас будут гангать, ульта спасет вам жизнь сто процентов. Мишку отправляю за уроной, потому что, как правило, на ранней стадии люди игнорируют забирание баунти прям мгновенно. И вы, мишки, можете забрать баунти, это очень круто. Выдавный мид, пушку можешь забрать. Его героем сюда. Мишка забираю. Мишка за мной на фейзах. Их с пульком из пылесосили. Медуза тоже много фармит, я тоже много фармлю из минцев, я ее убить вообще не могу. Ой, ошибка. Ничего страшного. Мишку вкладу. Или вложу. Вложу, вложу. Часто я как-то... Разучился говорить по-русски, это нормально. У меня тоже мом, кстати. Только у меня фейзи плюс мом, а у него просто быстрый мом. Ну, видите, из минцев ему никто не мешает, у него полный фрифарм. А мне тоже никто не мешает. Но в этом смысле медуза на ранней стадии сильнее. Но в будущем, когда я буду драться, он будет еще фармить. В этом смысле мой герой лучше. Он не сможет слишком рано драться против меня. Так, тут мы берем... Опять же, я там писал, что лучше взять сначала Север Шурор. А в будущем уже у вас выбор. И вы на большинстве игр берете здоровье. Потому что, ну, в основном игроки просто не понимают, как играть. И они подставляются. И почти всегда эффективнее здоровье взять. Все, бежим снова на мид. Там кота попушат. Кота должен дефать. Хоть медуза, кстати, могла попушить башню. Я слишком много башни даю. Я много фармлю, но из минусов я слишком много потерял хп башни. Без причины. Отлично. Мом едет. Неплохие тайминги. Не прям такие, знаете, чтобы идеальные. Просто ни одну башню команда не сломала. Никаких гангов на медузу не было. Хотя, как правило, вы когда играете на дуриде, не вы должны гангать, а вам должны гангать. Вы приходите на мид и ждете ганга от команды. Давай, корнишон, прокни. Найс, минус ульта. Я ничего не потратил, он потратил ульту. Мы довольны. Кладем момчик в мишку. Как он достал? What the fuck? А, ничего страшного. Надо сейчас толкнуть пачку. И потом уже идти на инштуф снова. Значит, не терять хп на мишке. Верная мидия. Стараемся под ульту и верно не подставиться. Потому что наш же мишка нас может убить. Аккуратно. Все, на с мишку мы отводим. Видите, он в процентах носит дэмэдж, поэтому мишке не очень хорошо. Все, инвиз забрали. Верно, максимально пытается мне мешать фармить, но это вообще никак не мешает. Мишка все равно захилится. Захилится так же момом аккуратно. Мы все так же быстро фармим. Потому что еще из плюсов, мишку будут не харасить лесные крипы. Потому что мы танчим героем, а мишке помогаем. То есть вот. Сейчас герой будет получать дэмэдж, а мы мишке так вот делаем. Видите? Так, дальше я обычно покупаю бутсов спид на героя. Такой стадион уже важен становится. Это примерно 15-17 минута. На 12 покупай, потому что у меня полный фарм. Во фарме ты можешь всегда позволить себе это купить. Так же сейчас мы дальше что-то покупаем. Блицк наклс после мома. Если игра фришная, покупайте мом. О, не мома, а этот. Мидасик. Много оговорок, но это тоже не записывал давно. Это нормально. Что делать? Парень не понимает, что это же не мид фарм. Ну ладно. Немного фарма, я должен продолжать это делать. Таким фарм будет по кайфу играть. Берем ульту в двойку. Сейчас, ребят, мы коннектимся к команде. Где они дерутся, где их давят, туда мы коннектимся. Это обязательно. Надо вот это убивать. Он замедляет слишком сильно. Только надо, чтобы на нас нападали, а не мы нападали. Если я буду нападать на других, они просто убегут. А если нас нападают, так проще будет. У нас у героя 1400 хп. Очень много. Блядь, он вечно пушит линию, я вечно должен выходить дефать. Теория туда правильнее была бы саппорта поставить, чтобы саппорт это делал. Потому что мне невыгодно выходить и пушивать линию. Я ценю, что больше получаю. Башня это очень важно, чтобы я просто так отдавать. Блядь, плохо сделал. Ладно, буду в миде стоять. Типа, сейчас буду полкать пачку каждый раз первый. Но Медуза очень много качается. Прям супермного. Из минусов я говорю, что у меня корни по ней не пробуют. Лишний раз какой-то корни вы пробовали, я получил бы полный супер изи килл на миде. Но то, что я килл не делаю, это вообще некомфортно. Я чувствую, что я проседаю из этого. Кстати, Медуза петп-пнулась помочь команде. И она с голым момом. У меня уже почти близнаклс. Хоть он может у него тоже денег много, но я не уверен. Чак не в руны, реген, он мне особо нужен. Так вот, Момчик может сломать башню. Плохо-плохо, кстати, Мом нажал. Но ничего страшного. Сами видите, как приятно пушат дры. Переагрируем с башни. Эта башня била меня. Снова нажимает на нульту. Просто ж меня зазонит. Я заб... А, реген забрали. Теперь тебя. Так же. Так примерно и работает, ребят. Под Веномчиком бежите. Главное, не подставляйте под Верну, когда так играете. Надо переагрить на себя мишку. Нормально. Отлично. Минус ульта. Так, переагриваем. И давим чела. У тебя будут дабл корни прокать, возможно. Дабл корни прокнули. Так вот, делаем. ТП нажимаем. И к себе таташим. Красивый, да, парни? То есть, согласитесь. Ничего сложного нет. Герой просто очень сильный. Давит за счет Бритснаклса вот этих. За счет Мома. За счет Веномчика давит. Ну, очень просто на нем играть. Райткликаешь, дайвишь, пушишь. И в итоге у меня офигенный левел. Офигенный фарм. Я понимаю, ребят, что не в каждой игре получишь такой фарм. Но вы можете постараться научиться делать так, чтобы это было почти в каждой игре. Когда у вас не будет садов на медведя. То есть, уже там будет демонейдж, не будет места. Ваша задача вложить блайтстон медведя вам в руку. Так правильный. Мишку тп хим к себе. Героям подхожу. Это плохо, я на Мишку сейчас призвал. Видите, так меня Мишка хилит, ребят. Даже учитывая, что мне, типа, суперхуево, Мишка меня очень сильно хилит. Надо Мишку немножко отвезти назад, неплоховато. Там Медуза еще ульт нажала. Они пятером в миде просто оказались. Пятером. Нас тролль фармит. Ну ладно, мы не будем против первых драться. Подпушим и ссебем. Тролль забрал тройку. Нет, уже они так пятером оказались и били это. На самом деле, противники молодцы. Потому что я бы их сейчас убил бы по одному, сто процентов. Он уже аккуратнее. Я могу Медведя тут потерять, поэтому осторожней. Они могут напасть, убить его. Все, даже лучше на базу вот опахнуть, похилить. Дальше ставим, кстати, квигуаем КБшечку. Мы его покупаем с демонейджа, а не с дживелина. Дживелин нерфленный, он очень слабый. Его покупать вообще мало смысла. Надо попушить башенку сейчас. Странно, что тролль улетел вообще. Я к нему как раз подошел, чтобы башню сломать. Но, видимо, он не хочет сломать. Ну ладно, убьем Котапу, что самое главное, чтобы они не смогли с этой Котапой спушить. Дальника убьем. Немножко побью, ну типа... А, все, все, я вас понял, парни, я вас понял. Думал, немножко побью, стяну хотя бы одного героя, а тут стянулись два Кора. Ну, я доволен. Пойдем, значит, что мы сейчас делаем? Дофармливаем этот спот аккуратно. Главное, не поставляясь. Не, не дадут. Там два героя, которые через косу убьют на Медведя. Там еще и Вар стоит, будем знать об этом. Сломаем прямо сейчас его. Хороший момент, что я четыре героев на себя стянул. Значит, соло-герой в боте. Моя команда его сейчас может подушить. Надеюсь. Если 100 минут, я можешь осмотрщики лесные выбить. Акилка не самый крутой смот. У них Варта стоит. Я бы подефал, на самом деле. Ну, типа, я бы подефал, но не хочу. Это все рискованно, я могу умереть за это, в этом нет смысла. Это мне не надо тоже. Ну, типа, слабые. Пока что у меня и так норм шмотки, меня не устраивает. МС Медведя очень важен. Я даже не буду талант брать, кстати. Так, сделаю. Чехнем руну, может быть сильная. Кстати, ребят, против Верны драться на любой стадии будет вам очень сложно, андроиде. Вообще, верно, хороший спик против меня. Потому что она всегда ультует в моего союзника. Или в меня. И Медведь съедает за секунду этого героя. Вот Гиф, кстати, топчик для меня. Дает лишние статы. Человек вилу никому не нужна. Я возьму для команды. Может, башню немножко побить? А, все, ТП нажали. Бля, как сложно. Они так круто двигаются. Знаете, прям дефуются, помогают. В этом смысле, они вообще не ошибаются. Видите, так, аккуратно фармим героем, чтобы не подставляться. Даже если Мишку убьют, это не так страшно, как бы. Смерть героя. Бля, Мишка не так обходила. Думаю, он другой стороной обойдет. Да, щелк, так я и сделаю, подведу. Нажму заранее ульт, ребят. Не жоптись заранее нажимать ульт. Потому что иногда это спасет вам жизнь. Ебать как громко, кстати. Не знаю, громко ли у вас так же. Но у меня очень громко. А-а-а! Мне очень громко было. Не знаю, у вас, наверное, так же. Да, если что, извиняюсь за меня. Слушай, просто у меня очень было громко. Я просто, опять же, у меня первая игра на запись. Я еще не настроил полностью комп. У меня, если что, там комп менялся. Это не могу точно сказать. Насчет друид, ребят, надо же напомнить, что не жоптись нажимать ульт. Тут даже написано было, что вот там в талантах, вот в этом, что не жоптись нажимать ульт заранее. Лучше нажать, чем сдохнуть и не нажать. Вот. Купаем демонейдж. Мишка сейчас зафармит. И мы пойдем в топ кушать. Можно базу отправить, все похилиться немножко. Берем арморчик. Демонейджем сами пофармим немножко. Так, сейчас демонейдж вкладем в мишку. Главное, не забывайте тыкать героем. Так, видите, понимаете, да, что важно, если бы был минус арморчик. Верно, можно убить, у нее тульты. Ломаем вот это дерево. Зажавку, кусь, кусь, кусь. Бля, слишком долгое ТП. Нет, что-то вообще не пробить его. Не-не-не, не пробью его никак. Пока что. Будущим с МКБшки пробью. Покажу, что мне до МКБшки тысяча золота совсем немного. Заберем их в баунте. То, что у них керри ТП хай... Блядь. Что у них керри ТП хайца, чтобы... Да не кидай на героя щит, на медведя кидай лучше. Смысл, я же на героя не подхожу в упор. Я думаю, сейчас ты, типа... А, ты не будешь, да, ультовать? Типа, если я ультую, я не бью. Ульта для ХПшки, чтобы я не сдох. Окей, это... Ну, ты, если даже там двигаешься... Да, я понял, понял. Я просто объяснил ему, что... Заметься, я только на медведя тебя. Ты можешь обманчать. Ты можешь ускорять его иногда в некоторых моментах. Он ебать будет всех. Я сейчас МКБшку куплю, можем бегать вместе. С МКБшки начинается игра, ребят. Тайминги очень плохие в этой игре. Ты можешь, что ли, очень. Но это не моя игра. Вроде бы можно там бить. Типа, ну... Очень сложно. Ты с двумя медведями будешь ходить. Все кем-нибудь. И на двух щитах можно поедать. То, если не пробьет пока что медведя? Типа, ну, можно убивать. Этапу убьем сейчас. Главное не подставляется под ульту Виверны. Это вот прям будет супер ошибка. Ншей идем хуярить. Кстати, я его в опасное место отправил фармить. И вообще, то, что он покупает БФ-шку в игре с друидом, это супер ошибка. Ему нельзя так жадно играть. Отлично. Ншей сейчас зафармим. Я не знаю, что-то зафармим. Я будет МКБ. Я приду в топ башню кушать. Все время общаюсь с командой, ребят. Не стесняйтесь. Нормальная тема. Очень часто выигрывает игры коммуникация. МКБ-шку купили. Курой везем. Почему? Почему Курой? Потому что не хочу Мишку-то поехать. Может, после драки пригодится. Я иду в топ к вам. Я иду к вам в топ, парня. Мишку. Раз, два. Черешиф нажал. И Куру на базу. Мишку главное не подводить, все будет окей. Видите, да? Он как бы не контрит, если нормально играть. Вот. Тоги героев ем. Да. То есть ты супер легко съедаешь героев, сделаешь грамотно. Давай, давай, давай. Раз, свои корни еще прокнули. Батю по щитками, кстати, живет нормально. Ну и башню сразу же с Мишкой. Настолько легко играть. Нет, конечно, прости, что я так насладил. Я не могу, блядь. Начинается извиняние. Меня очень много, поэтому не важно. Пять копил помидас, было бы все намного сложнее. Видите, заранее нажал ульту, и все, проблем не решили. Ну, проблем не было никаких. Хотя очень часто люди жопят ульту. Ну, попозже нажму. А это не важно, она очень долго длится. Даже после драки она еще длится. Все. Сейчас пачку убьем, башню. Надо башню в топе побить, пока они мертвы. У них все равно кнопок нет. Парни, уходите, мне нужна помощь. Не знаю, мне нужна была помощь, чтобы пушить башню. Я один не смогу ее легко забрать. Хотя, видимо, смогу, противники боятся меня почему-то. Но они должны были это сделать. Давай. Чакир у нас вообще отмороженный, да? Придобью его, блядь. Не. Надо, чтобы бил мишка, и меня будет хилить он. Если мишка будет пить, он будет меня хилить. Но я не смог. Меня загрыз человек в соло. У меня немножечко дульты не хватило. Я хотел, чтобы мишка бил и хилил меня. Но там, видите, щел умер, и рядом не было целей. Так бы мы их убили. Ну, проблема, что команда ушла. Если бы команда была со мной, то было бы проще. Я просто говорил, чтобы они со мной пушили. Но это все равно мой косяк, что я остался, да? Так, дальше, ребят, смотрите, важный момент. Если вам нужен армор, вы берете кирасу. Ну, и вам, и вашей команде. Если вам нужно башить плюс рутить противника, вы берете талант на двадцатом на корне без перезарядки, и берете Эбисал. Очень круто работает. Там баш, корень, баш, корень, баш, корень, чел просто не выйдет из баша. Против Лайфстиллера, кстати, это очень крутой выбор. Если вам нужно сплитить, берите Дизоль плюс Маншард. В этой игре мне точно нужен и армор, и Эбисал. Поэтому сначала я делаю кирасу под скорость атаки, и защиту лишнюю себе получу. Так он арморщик даст против Лайфстиллера. Потом Эбисал сделаю. Немножко проебался там с Лайфстиллером, он меня убил, и это на самом деле чисто мой косяк, что я подставился. Так что я мог героям бить Лайфстиллера, и я не обратил внимание, что за мной бежит крип. Я просто, знаете, не обратил внимание, бежит и бежит крип, че мне. А потом, когда уже поминтимаешься, какой-то ситуация оказалась, уже поздно. Мишка раньше ТБ хвался мгновенно, с КД там буквально пять секунд. Сейчас он долго ТБ хвается, и ТБ к себе его был не вариант. В любом случае, да, сейчас скупим. Скорость атаки. Киперстол. Немножко. Ой, продать. О, спел, найс. Спел положить. Мишку за собой ТП, ну. Энштаб зафармили уже. Жаль. Жаль. Фармим весь. Потом заберем руны, зафармим эншен. А вообще эншен, что всегда фармить эндроиде. Это самая такая прибыльная вещь, которую вообще вы можете делать. Эншен дают слишком много денег, чтобы их... Ну, если их фармить. Че, ну если их не фармить денег, они мало дают. Ёпта мало дают. Вообще по левелам, смотрите, да, какой у меня левел, из-за того, что я просто всю игру сижу на энштаб. Я чилы всех обгоняю по левелам. Хотя игра у меня еще такая, ну, не самая лучшая. И команду слишком душат, и, ну, против меня пик очень сильный. Что они могут и меня убивать, и мою команду убивать. Но при этом у меня все ночи много. Ой, плохо стало. Главное, не стойте рядом со своей мишкой. Старайтесь, по крайней мере, это не делать. Если вы это сделаете, вы умрете. Так, в этой игре взял талант на интенгл. Потому что, ну, берется 90% игр, тут это написано. Игров. Игр. Почему? Потому что в комбинации с башером это бесконечный стан. Там рут, баш, рут, баш, рут, баш, рут, баш. И так будет всю игру происходить. С огромной скоростью стаки это вы за секунду будете делать. Кстати, Медуза максимально шмотки на фарм покупает. Он вообще даже не думает о том, что потенциально может что-то другое пригодится. Ладно, заберу лучше я, наверное. Чем-то так рисковать. Хотя лучше бы забрала бы ДПшка, и мы с ДПшкой бы Рошана забрали. Ну ладно. С Кераси, с Мэй Рошана можем забрать. Мне вот столько. Да, с МКБ конечно урон огроменный. Еще биндов на лондроиды у меня на канале есть видос с настройками. Если хотите, можете найти его. Загуглите сейчас настройки. Там все подробно и коротко, ну подробно и не коротко рассказано, но коротко с точки зрения биндов. Один все юниты, два только призванные юниты, то есть медведь в нашем случае. Ну либо там доминатор, еще что-нибудь. Героя кстати арморчик куплю. На один все-все-все, на F1 только герой. Все. Видите насколько это просто все. Ничего сложного. Держим героя на стороне, пока не видим веру на карте. Верно увидели, команда дерется, это на самом деле плохо. Потому что у нас тролль вообще нажимает БКБшку против медузы, это вообще тут супер плохо. Ну ничего, мы толкнем пачечку. И вам помните, ребят, что любую игру можно выиграть на андроиде. И плохую, и хорошую. Просто вы должны помнить, что нужно действовать от команды. Они фармленные, вы деретесь. Они ошибаются. Вы не пытаетесь ошибаться вместе с ними. Кстати, сейчас можно будет убить лайфстилера, если... Я могу лайфстилер убить, ускоришь моего мишку? Да, не, хуйня. Кинь щит на мишку. Ну, 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 ну. Там медуза одна, можно ее попробовать или идем пушить? Ну, я не уверен, что я хочу идти пушить, но... Если уж мы идем пушить, тогда я уже... Вот эту можно штучку меня взять? В смысле, не может? Я не могу. Я не слышал такое, что нельзя на мишку. В смысле, не можешь кидать на мишку? Не понимаю. Не могу, не могу. Не можешь. Не можешь. Да, я поломаю. Сейчас не могу. Видишь, что... Бать-больно. Не, я не могу так пушить, они просто убивают медведя. Надо их убить прежде. Я на тебя могу кидать, а мишку я... Не, я не верю. Это, по-любому... Походу, его кочану. Ну, должно кидаться. Всегда же кидалось. Ребят, напишите в комментах. Кидается же щит на мишку? Я не верю в это. Там же нет никаких ограничений. Он кидается на доминатор. Он кидается на мипы, на каждого. Демо лишь. Демо лишь. Я не понимаю. Постройка, надо ждать на следующем кумаге. А-а-а! Нет, в смысле, менее восприимчивого. Мене восприимчивого. Да, не восприимчивый. Это, кстати, топчик. Я, кстати, не знаю, работает ли он на медведя. Давайте затестим. Да, ну что это такое? Парни, если драться, то вместе. Видите, тролль на другой линии. Не надо драться. Да, работает на мишке. Отлично. Это можно... Да нет, на базу троим. О, это, вот это топчик на меня. Это топчик на меня. Дай мне краги. Я сам возьму. Так, вкладываем мишку. Раз. Вкладываем мишку. Два. Так, и раз, и появилась у мишки. Я, на самом деле, очень сильно сейчас. Он делает его менее восприимчивым, а не восприимчивым. Чего не напугал? Он башка лод. Назарай, нажать. Проблема. Ну так, примерно, косает. Мишку убивают просто. На похуй. Ну, опять стопал от нажимать. Они просто на похуй убили двух медведев. Они вообще забили на мою команду и т.д. Потому что команда, ну, фармит на тролля. Это плохо, на самом деле. Я пытался сломать Аегис, но... Я убил только Рошана. Не смог сломать Аегис. Это косяк. Глядь, 90 секунд без медведя. Ну, это очень хорошая показательная игра, когда много контрпиков, когда чил играет против себя. В процентах убивает героя. Просто больно бьет по герою. В процентах убивает героя. В процентах хилится от мишки. Ну, и в сумме, типа, очень плохо. В итоге я 60 секунд без... Зачем мне кидать щит? 60 секунд... Секунд... Секунд я без медведей. Поэтому нужно просто ждать. Слабо, конечно. Что, по щит еще и хпшку дает? О, вау. Это суперсильно, кстати. Прикольный талант. Не видел его. У меня мишки умирают в драке очень легко. У меня БКБ нужно. У БКБшки, может, вместе похуяримся. Как он убил? Ну, без мишки я супер-вьюзлесс, поэтому вы тоже даже понимаете, что без мишки ждите, фармите лес так вот, как я, но не пытайтесь вообще что-то делать. Почему я БКБ не выбрался? Парни, вы без меня. У меня нет медведей еще. 30 секунд. Я не могу драться. Просто давайте, ну, типа, играть от моих кнопок. Я их всех убью, если мы будем вместе. Без меня они слабые, но они в себе прям настолько уверены, что я немножко даже их фиговаю от этого. У меня хра будет алебарда. Ну, вообще похер. Я с БКБшки съедаю их всех. Хотя, да, не крайне съем, потому что у него коз. Что я весь отдел, братишка? Сложная игра на самом деле, сложная, но из плюсов я уверен в своей сборке. Так, что дальше? Получается, у нас будет Эбисал, у нас есть Кираса, Рошана мы будем, ну, не Рошана, а выживать медведь будет от же БКБшку. Я буду сжать БКБ и просто бить всех. Меня не пробьют никак вообще. Даже в теории. Эбисал плюс БКБ это бессмертие медведя. Ну и получается, в лейте мне нужно еще больше дэмэджа. Дэмэдж это... Дизоль. Это... Да и дал с хернями на видео 100%. Ну вот Дизоль вообще must have будет. Еще в лейте сирио грызаться. И медуза нужно. Вообще, нужно как-то от медуза сжираться. Я бы через Агане можешь хуриге, да, этот, мишка, да, гуляйся? Могу, но это не супер хорошо. Это очень дорого. Мне нужен Эбисал плюс БКБ. Там уже будем играть. Эбисал плюс БКБ это, ну, вообще, win condition. Там будет в баших рутах стоять челы. То есть, учитывая скорость таки, я возьму талант на 25-м на интервал атак, это супер мощно. Прям вообще красота будет. Бомбезная. Вот насчет этих шмоток, ну, типа, все шмотки хороши, но тут такой пик, что вообще сложно закупиться. Типа, тебе нужно и армор, и magic resist, и дэмэдж, и скорость бега. Ты не можешь от чего-то отказаться. Это суперсложно. Это такая игра, реально, что меня прям будут душить суперсильно. Притом, знаете, вот я буду получать 12 армора, я буду получать 1500 хп, у меня и так много армора. Я еще буду хп-шку иметь, еще от этого армор. Но это не поможет. Мишка все равно будет умирать. Мишка носит тонны дэмэджа. Из плюсов я могу им сплитить в будущем. Если пойдет плохо, могу просто сплитить. Есть вариант просто иметь в драке двух медведей. Этого плюс еще одного на перезыв. Медведи убьют, я перезову. Героя, пока медведь жив, не убить. Он просто будет меня перехиливать. Там столько дэмэджа, что он ухер убьет. Приятно. Кэшбэк. Не Тинькофф банка, конечно, но тоже нормально. А Тинькофф, кстати, в этом месте пришло 1600 рублей кэшбэка. Потому что мы там покупали компы, покупали запчасти. И в сумме там очень много трат было, очень много долгов взял. Ну ничего, отработаю их в скором времени. Ничего страшного. Это нормально. Нормально брать долги, когда ты покупаешь то, что в будущем придет все деньги. Но если ты берешь долг на телефон, это тупо. Там только аватпост по ТП, осторожней еще. Горно аватпост долго будет ТП хасить. Эйди, достой, достой. Смока. Смока пошли. Хорош. Я ТП хусь, я ТП хусь. Можем попробовать подраться, парня. Надо заранее ульт нажать. Бля, я тебя убью. Все у меня, все у меня ушло. Мишка не доходит до героя. Видели, да, я стер его, парня? Видели? Видели, видели? Как Клаквир говорит? Вот это урон, да, парня? Как вам урон? Баши? Баши нет, правда. Сами, да, ребят? Ребят, это урон. Ну это просто жесть. Изумно, странно, что Мишка не хилится. Что это? Что он тут делает? Не понял немножко. Ладно, надо башер покупать. Или дизоль вообще, дизоль. Делаем дизолятор. Дизолятор. Сами видите, насколько много дэмэджа. Просто жесть. Видели, видели? Их просто стирает, блин. Помойку. Все, с дизолькой подпушим. Хотел БКБ, но дизолька норм, когда ты пушишь. Сами видите, дэмэдж. Вообще, в тюрьме можно даже в трон пойти. Давай, 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 родной. Не, лучше в топ. Пока мы бежим до башни, лучше побить хоть что-то. Типа, все равно сломается. Не попал. Дэмэджа у нас много, поэтому падает всю секунду. Отлично, минус бараки. Обамы. Сами видите, да, ребят? Вроде по счету проиграем, вроде команду мою душат. Одна драка, победная игра. В общем, она такая яская, сложная. Но, победная. Может, побить немножко, чтобы герой похилить? Смотрите, нахил. Плохо, ПМ. Это побить и верно, чтобы она никого не ультанула. Да, Мишка. Блядь, меня Мишка встал. Хорошая стяжка. Господи, как Дарксир великолепно кнопки нажал. Какой ты батя на Дарксире? Красавчик. Убьет же. Меня, не, 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 не. Бля, ну это дефолтная ситуация на ландруиде, когда тебя убивают твоим же медведем. А, ничего. Ну так это на самом деле дефолт. Кстати, прикольная тема, я висаюсь в форме, так работает. В общем, ребят, надеюсь, вам игра понравилась. Сборочка, как всегда, я сказал, будет в описании. И в каждом последующем гайде сборочка также будет в описании. Если есть вопросы по сборочке, у меня открыта личка. В личку пишите, спрашивайте. Ну и в целом у меня все. Давайте, увидимся на следующем видосе завтра в 19.00. Уже не в 18, уже в 19.00. Тоже будет новый гайд, скорее всего, на Виноманстера. Удачи!